Теорема Гюделя о неполноте Вот такая вот ситуация у нас с теоремой Гюделя о неполноте Давайте зачитаем что-то такое Две теоремы математической логики о принципиальных ограничениях формальной арифметики и как следствие всякой формальной системы в которой можно определить основные арифметические поглядя натурального числа 0 единица сложения умножения Что мы сейчас такое услышали? Во-первых, сначала две теоремы математической логики Сразу слышим бреда Никакой математической логики, никаких иных логик не существует Это следует из первого закона логики Законотожество Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения То есть у нас есть одна логика И есть попытки Недобросовестных ученых или просто лжеученых Списать на какую-то отдельную логику Те нарушения классической логики Которые они используют в своих псевдонаучных трудах Грубо говоря, группа жуликов Прокралась в математику И для обоснования своей деятельности Как якобы научная Выдавать свою деятельность за научную Они придерживаются концепции Но есть же математическая логика Она позволяет Никакой математической или вообще любой другой логики Отличной от исходной нет Это следует из первого закона логики Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения То есть это сразу речь идет о бреде Дальше Две теоремы математической логики О принципиальных ограничениях формальной арифметики Ну формальная арифметика Это наверное какая-то арифметика Только какая-нибудь прям формализированная Или строгая какая-нибудь Вы думаете это так? Нифига не так Они под понятием формальная арифметика Скрывают Вот переходим прямо в Википеде Жмем на формальную арифметику Аксиомы Пиано Одна из систем аксиом для натуральных чисел Введенная итальянским математиком Джузеппе Пиано Аксиомы позволили формализовать арифметику Доказать многие свойства натуральных и целых чисел А также использовать целые числа для построения формальных теорий Рациональных и вещественных чисел Грубо говоря О чем идет речь? Это вот за этими словами Завуалирована потасовка Грубейшая методологическая ошибка Или просто фальсификация Лютая, бесстыдная Когда бездари Прокрались неграмотные люди Прокрались в науку И наделали делов Люди могут с помощью мозга Отличать операции Умножение Деление Сложение Вычитание И отличать числа 1, 2, 3, 4, 5 Числа – это выражение количества Количество Не может быть отрицательным Все числа Все выражения количества Могут быть только положительными Минус – это уже операция То есть Единица Там двойка Тройка Тройка – это число Выражения количества А минус единица Это уже не может быть Выражением количества Это объединение операций Минус Вычитание И количество По-другому это фальсификация А вот здесь люди Взяли Оставили Сложение плюс Оставили умножение Оставили деление Или не оставили Не важно Но убрали Вычитание И слепили вычитание С числом И назвали Это отрицательное число Расширили за счет этого Обычное число Выражение Количества И получили Добавили 0 И получили Еще ряд Отрицательных чисел Все Они не сказали Что мы просто Перенесли шкалу счета Да, туда Они просто Наставили минусов Да Стало ли число От этого Отрицательным От того Что вы по шкале Его запузырили Вы могли Обозначить Право Лево Да Могли обозначить Ёжиком Могли ёлочком Могли минусом Могли не минусом То есть Это безграмотность Люди не понимают Чего корябают Так вот Теорема Гёделя Это Две теоремы Математической логики О неполноте Непроводчиво речивости Первая теорема Утверждая Что если Это формальная арифметика Предятие на пиано Непротиворечива То в ней существует Невыводимая И непровержимая Формула Вот давайте еще раз Утверждая Что если Формальная арифметика Непротиворечива То в ней существует Невыводимая И неопровержимая Формула Кто что понял Вот кто что понял Сейчас Что было произнесено Кто-то что-то понял? Вы сможете здесь что-то понять? Не противоречивая, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула. Ну, казалось бы, там что-то, может, не вывели, не опровержили, не опровергли. Если она не противоречивая, у вас какие-то там шансы остаются это понять. Давайте повнимательнее на это все посмотрим. Давайте откроем для начала, ну это же у нас теорема, да? Давайте узнаем, вообще, математическая это теорема или не математическая, имеет это вообще все, хоть какое-то отношение к математике. И что нам для этого сделать надо? Нам надо открыть, что такое математика, что такое теорема. Теорема – это математическое утверждение, истинность которого установлена путем доказательства. Математическое. Так, запоминаем, теорема – это математическое утверждение. Теорема Гюделя о неполноте – это теорема. Сейчас надо выяснить, математическая она или нет. Для этого надо заглянуть в определение математики, да? И мы сейчас выясним, математическая она или нет. Наука, исследовавшая количественные отношения и пространственные формы действительного мира. Ну, наука – это пространственные формы действительного мира. То есть, математика делится, пространственные формы – это геометрия, количественные отношения – это арифметика, это все части математики, да, по логике должно быть. Такое деление. Количественные отношения, математика. Чтобы теорема была математическая, она должна быть у нас про количество, допустим. Мы доказываем, что 2 плюс 2 равно 4, например, да, образно. Вся притятина там, основная, о чувствах млекопитающего, она не относится к математике по формальным признакам. Вот мы посмотрели, открыли определение математики, к которому мы желательно еще вернуться. Теперь глядим в теорему Гёделя. Утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, противоречие, противоречие имеет отношение к логике, предположим, если они в этом смысле бы его использовали, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула. Смотрите, невыводимая – смогло млекопитающее что-то вывести или не смогло, к математике отношения не имеет. Неопровержимое – опровергло млекопитающее что-то или неопровергло, к математике не имеет. То есть это по своему начальному статусу, вот эта вот бредятина, вот эта густосочная, она не имеет отношения к математике. Далее, вторая теорема. Утверждает, что если формальная арифметика, вот эта бредятина, придуманная вот тем итальянцам, где он путает числа, то есть вот эта бредятина, опирающая на ту бредятину, где точно известно, что тот бредолог перепутал знаки и числа, объединил их в одно, назвал другим видом числа. То есть вот творчество того идиота учитывать, и если вот его бред не является противоречивым, то в ней невыводимо тоже биологический фактор, ни количестве, ни математическое. Некоторая формула, содержательно утверждающая, непротиворечивость этой арифметики. То есть и первая, и вторая теорема по формальным признакам у нас является густым бредом, не имеющим отношения к математике. Этот густой бред опирается на предыдущий раздел, где бараны перепутали числа и знаки. Ну идиоты, это люди не смогли сосредоточиться, это не ученые, это лжеученые, которые и вот этот вот бред густой, неразделяемый притащили в нашу науку. То есть когда вы слышите от какого-то человека теорема Гюделя о неполноте и вторая теорема Гюделя, вы знаете, что этот человек тупишка, он не способен сосредоточиться, это не ученый, это просто начитанный идиот в лучшем случае. Ну бывает люди начитались, начитались, знают много заголовок, не понимают смысла. Либо это оконченный, ну вообще, ну слабомыслящий, доверчивое млекопитающее, которые зомбировали. Просто узнать, человек, который бормочет о Гюделя, это ну вот такая вот чапчевица. Вот, это реальность, это реальность наших дней. Вот это вот потоки дерьма, их опускают в наше пространство, в наше образовательное пространство. Вот такая ситуация в нашей науке. С вами был Виктор Катючев, канал «Научный трибунал». Подождите, подождите. А определение математики, что я хотел сюда вернуться? Вот представьте, было определение науки. Наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Потом бараны насоздавали много крученых рогов, напридумывали много лишних порций околонаучного бреда и стали затаскивать их якобы в науку. Вот мы сочинили фигню, давайте ее сюда в науку включим, мы за это будем деньги получать. И тогда они берут и меняют первичное определение, пытаются поменять. А поменять исходное определение невозможно с научной точки зрения. Один раз определили, что это, дали определение и этим пользуетесь. Если вам нужен другой термин, вы можете только, другая трактовка, вы можете ввести другой термин. Вы не можете это определение испортить. Иначе вы нарушаете первый закон логики, закон тождества. То есть это вот все ваше построение с изменением исходного термина, это фальсификация и мошенничество, безграмотная чушь. Люди, которые этим занимаются, это жулики. Если эти жулики в МГУ преподают, это жулики из МГУ. Вот это вот по-другому никак. Это преступление против здравого смысла, против науки, против образования. Это ужасная вещь. И тут они что делают? Первоначально математика была тем-то про количественные отношения, пространственные формы. В более современном понимании. Это наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств. Именно тех, которые в качестве аксимом положены в основании той или иной математической теории. То есть они сказали, мы можем исполнять любую фигню, запихаем вам в голову, вашим детям, вашим учебникам. Вы будете хавать то, что мы набредим. Отношения с объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств. Именно тех, которые в качестве аксимом положены в основании той или иной математической теории. Вот эти мать захватили нашу науку, наше образование. Они выдавливают свой бред в голову наших детей. Надо с этим что-то делать. Это край, ребята. Это Википедия, это 21 век. Вот 23 год, 21 век. Это вот что творится. Это полностью конченные жулики, что творят с нашей наукой. С вами был Виктор Катючек, научный трибунал. Подключайтесь, делайте что-то. Надо с этим что-то делать. Это просто затекающий гнев. Он из всех щелей валится в наше информационное пространство. Мы превращаемся в третью собственную, интеллектуально подавленную страну. Интеллектуально подавленную страну. Надо освобождаться. Всем добра. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok